По следам всемогущих. Космонавтика в древности. Эрик фон Деникин расскажет вам сегодня о Вимана, о слонах в Америке, о космических сражениях над Индией, о дворцах в джунглях, о мифологических роликовых печатях и о летающем принце. В одной из последних передач я рассказывал о древней Индии, в их священных книгах совершенно определенно говорится о машинах, которые могли летать. В древнеиндийском эпосе Рамаяна описываются, например, летательные аппараты, имевшие в передней части острие, очень быстро передвигавшиеся, корпус которых блестел на небосводе, словно золото. У этого вида небесных летательных аппаратов имелись различные отсеки, небольшие окна были отделаны жемчугом. Внутри находились богато украшенные помещения. Все это, уважаемые дамы и господа, написано в древних текстах. Летательные машины, описанные в Рамаяне, могли перевозить 12 человек. Приводится пример, когда подобный самолет стартовал утром в Ланке, имеется в виду сегодняшняя Шри-Ланка, на острове Цейлон, а после обеда достигал Айо-Дайе. Самолет делал две промежуточные посадки. Общее расстояние составляло все-таки 2880 километров. И такое количество километров было преодолено за 9 часов. Если пересчитать, то получится, что это соответствует современной скорости 320 километров в час. Этими летающими конструкциями пользовались избранные люди, такие как семьи властителей или полководцы. И еще те, всемогущие, как категорично утверждается в текстах, те, которые пришли на Землю в далекие времена, пришли для чего? Пришли, чтобы изучать людей. В древних индийских текстах упоминаются настоящие космические города, которые, как громадные орбитальные станции, вращались вокруг Земли. С этих космических городов стартовали небольшие летательные аппараты, а они назывались Вимана. Только в Махабхарате, в древнеиндийском эпосе, величайшем эпосе в мире, так вот только в тексте Махабхараты есть сорок одно место, где описывается летающая Вимана. А из книг Ванапарван и Сабхапарван можно узнать как о летающих объектах, которые могли перевозить тысячу и более человек, так и о своеобразных летающих мотоциклах, на которых сидел всего один человек. В другом тексте, произнося название которого можно сломать себе язык, как Хасарит Сагар, это тоже сборник древних историй, говорится, что был летательный аппарат, который никогда не нуждался в заправке. Этот летательный аппарат перевозил людей в дальние страны. Это не мои фантазии. Специалисты могут все сами проверить по текстам. Было ли все это только фантазиями древних индусов, сказками? А может, все это им просто приснилось? Или они были слегка не в себе? В это можно было бы поверить, но ведь это совсем не так, потому что в текстах очень точно описаны отдельные детали. Конечно, в причудливых образованиях облаков там наверху можно увидеть некие машины богов, но облака не дают указаний и никогда ничего не говорят. Мыслим ли, чтобы тысячи лет тому назад люди из далекой Индии, из других далеких стран, перелетали через океаны, например, в сегодняшнюю Америку? Возможно ли это? Однако на самом деле аналогии между Центральной Америкой и Индией, находящихся на разных сторонах земного шара, видны как на ладони. Посмотрите сюда. Никто не сможет возразить мне, если я стану утверждать, что этот алтарь, сидящим скрестив ноги жрецом, стоит где-то в Индии. Но утверждение неверно. Алтарь стоит в археологическом парке в Вилла Хормозе, в Мексике. А эти замечательные стрелы божества, с их чудесными украшениями, с их почти неразличимыми надписями, с вычурными фигурами, искрещенными на груди руками, они стоят перед каким-нибудь храмом в Южной Индии? Нет. И выразительные скульптуры, свидетельствующие об искусстве ремесленников, которые, собственно, можно встретить только в Индии, стоят в Капане, в сегодняшнем государстве Гондурас, в Центральной Америке. А это кто там с большими глазами и с хоботом слона? Он точно должен быть в Индии, потому что в Центральной Америке слонов нет. Вы в этом уверены? Сожалею, уважаемые дамы и господа, но эта скульптура тоже стоит в Капане. А то, что вы сейчас видите на картинке, это голова слона и хобот слона, я сфотографировал их на Монте-Албан, горе в Мексике. Сейчас мы говорим одновременно о двух народах, и Центральной Америке, и Индии. То, что древние индусы дали детальное описание большого количества различных летательных аппаратов, не может серьезно оспаривать никто, знающий тексты. Однако и в мифах других народов тоже говорится о спускающихся на землю в боках. И есть множество изображений, где показываются эти существа в шлемах, спускающиеся с облаков. Родство между Индией и Центральной Америкой не могло быть только духовным или психологическим. Здесь должен был иметь место культурный контакт, причем задолго до начала историографии. Почему все-таки мы не можем признать, что когда-то всемогущие существа перевозили на громадных воздушных кораблях тысячи людей с одного континента на другой? Да потому, что наше историческое мировоззрение зацементировано старательными и, безусловно, безупречными специалистами. Правда, эти безупречные специалисты всегда и во всем придерживались одного взгляда, инакомыслия не допускалось. Путешествие в древнюю страну шумеров, в страну между Тигром и Юфратом, подтверждает всеохватывающее родство мыслей о полетах доисторические времена. За 3000 лет до Рождества Христова, в период нового каменного века, когда Европа еще дремала, шумеры додумались до изготовления роликовых печатей. Эти печати представляли собой небольшие штемпели в форме цилиндра длиной от 1 до 6 сантиметров. Внутри полы, а снаружи украшены искусными изображениями. Владельцы печати носили их на цехочке, висевшей на шее. Ими накатывали рисунки на глиняные сосуды, ставили печати на документы, скрепляли свидетельства о средствах, передававшихся храмам. Что же изображалось на роликовых печатях? Мифологические фигуры и символы. А еще на них можно увидеть смешанные существа. сказочных зверей и зачастую шары на небе и не поддающиеся определению фигуры богов в очень странных кашюмах. Нередко их изображали с рыбьими хвостами или со шлемами на головах. А еще видны другие фигуры, за которыми планетные системы. Солнце, шары и какие-то загадочные предметы. По мнению современных специалистов, эти изображения абстракции. Сожалею, но думаю, что мнение ученых не совсем верно. Ведь абстракция, в конце концов, результат прогресса в искусстве. Но разве в третьем тысячелетии до Рождества Христова или пять тысяч лет тому назад художники сразу же начали с самых прогрессивных форм? Это возможно? Здесь, например, вы видите даже изображение летательного аппарата над Луной. И даже с тремя пассажирами. Странные совпадения, распространенные по всему земному шару. И в Индии, и в Междуречии, и в Центральной Америке. Вообще же, самое удачное изображение летающего существа, возвергающим огонь чудовища, я нашел в городе Майя, Паленке. Он находится на полуострове Юкатан в Мексике. И в наши дни до него можно добраться по удобным асфальтированным дорогам. В Паленке есть даже вполне сносные гостиницы. Этот город единственный в своем роде. До сих пор многие его храмы и пирамиды остаются под землей. Но и того, что раскопано, достаточно для сенсации. Город Паленке был открыт, описан и даже изображен на чертежах различными путешественниками уже 200 лет тому назад. Еще в мае 1787 года к месту руин вышел со своим потрепанным отрядом испанский капитан по имени Дель Рио. Капитану Дель Рио понадобилось две недели, чтобы маломальски рассмотреть заросшие руины и прорубить просеки через густые заросли. И вот, оказавшись посередине открытого места, он зачарованно смотрел на руины дворца, лабиринты помещений и переходящих друг в друга дворов. Тут и там он видел на стенах свирепые лица, злобно смотревшие на непрошенных гостей. Капитан Дель Рио обнаружил много письменных знаков и загадочных изображений, но не смог понять, что они означают. Как уже говорилось, Дель Рио был капитаном, а не археологом. Не обращая ни на что внимания, он приказал скрывать полы. От его безрассудного в те дни поведения у археологов до сих пор бегают по спине мурашки. Позже, в 1922 году в Лондоне появилась небольшая книжонка о городе Поленке, но никого не заинтересовала. На открытие в далекой Мексике мир вообще не обратил никакого внимания. За одним исключением. Эта книжка о Поленке попала в руки немного сумасбродного, но достойного всяческого уважения графа Жана Фредерико фон Вальдек. Описанное привело его в восторг и не давало покоя. Он просто должен был поехать туда. От имени мексиканского правительства граф Вальдек просил, упрашивал живших в Поленке индейцев помочь ему в раскопках руин. Но индейцам нужны были только деньги. А на далекое правительство Мексики им было наплевать. Бедный граф Вальдек, оставшись абсолютно без средств, он тем не менее продолжал работать. День за днем бедняга сидел в душных джунглях с планшетом на коленях, искусанный москитами всех видов и работал. До сих пор здание, в котором обитал граф Вальдек, любовно-иронически называют храмом графа. Зарисовки Вальдека, а их сохранилось из всех сделанных им только 21, увидел другой выдающийся художник, живший в ту пору в Лондоне, мистер Фредерик Каттервуд. Он связался с американским адвокатом Джоном Стефансом, известным писателем и путешественником. Художник Каттервуд и писатель-путешественник Стефанс объединились и отправились в Полянки. Каттервуд сделал множество красочных зарисовок джунглей и руин. Он рисовал и делал эскизы, переносил на бумагу все, что видели его глаза. Сегодня мы должны быть благодарны, что есть картины британского художника Каттервуда, потому что без них мы бы не знали, как это все первоначально выглядело. Каттервуд зарисовал сотни непонятных письменных знаков, а его друг мистер Стефанс в стиле вольного изложения с добрым юмором описал все, что они пережили. Наконец-то, слава Богу, мир выразил свое отношение к завораживающим руинам Центральной Америки. Это здание в настоящее время называют Эль-Паласио, то есть дворец. Что же можно увидеть на его боковых стенах? Вот изображение юноши на роликах и ханьках. Хорошо различима шнуровка на щиколотке. Здесь ряд тройных глифов. Так называются письменные знаки Майя, глифы. Они высечены прямо на камне. Затем вы видите украшение из перьев. Лица нет. Вот фигура с узкими губами и круглым подбородком. На шее у нее амулет. Соседняя фигура могла себе позволить только ожерелье из грубых камней. А эти пять фигур уставились на банду четырех на противоположной стороне. Когда-то они были гордостью живого города Поленки. Сегодня же здесь отваливается последний кусок штукатурки. Только с большим трудом можно различить остатки лиц и вычурных головных украшений. А здесь вы видите как у ног жреца скрестив ноги сидят фигуры. А в углу изображены дети уцелевшие от разрушения оберегаемые огромными руками их ангела-хранителя. Может быть письменные знаки что на стене рядом как раз и таят имена этих детей. Далее смотрите морда с четырехугольными глазами как будто в очках. Вероятно скоро она навсегда осветнет. В полном разрушении барельефов повинно не только пагубное влияние нашей цивилизации. Украшения разрушаются и от влажного климата и от буйно пробивающейся повсюду растительности. Сегодня мы должны быть благодарны что в прошлом столетии такие одаренные художника как граф Вальдек или Каттервуд посетили влажные и горячие руины что они измученные москитами и в лучшем случае только терпимые властями создали замечательные рисунки и эскизы. Только благодаря этим эскизам в настоящее время возможна реставрация многих мест так как на этих эскизах отражены детали которых уже нет из-за отвалившейся штукатурки. сегодняшних в США в резервации Аризоны живут индейцы Хопи в их преданиях утверждается что Паленки был городом их предков в то время он назывался Палаткапи и был чем-то вроде университетского города учителями были Хачины существа пришедшие из космоса А большое здание в Паленки которое сегодня называется дворцом когда-то было якобы школой В нижнем этаже учеников обучали манерам поведения они изучали историю своего народа этажом выше преподавались основы естествознания и религии на третьем этаже изучали астрономию математику и летоисчисление нам конечно неизвестно как строители называли свои храмы мало мы знаем и о странных надстройках украшающих крыши пирамид на крышах возвышаются мощные каркасные конструкции решетчатые конструкции сужающиеся кверху как будто к ним прикреплялись большие рекламные щиты зачастую эти конструкции многоярусные и обращены они всегда на две стороны выглядят впечатляюще только вот непонятно для чего может быть когда-то эти конструкции были облицованы и на них находились красочные картины и видимые издалека яркие письменные знаки а возможно это была всего лишь эмблема города или герб правящей в то время династии или же у нас к этому предвзятые отношения и мы рассматриваем конструкции с позицией современного человека а давайте уберем так вид намного лучше что же можно было бы там наверху установить раму или может быть радарную антенну она бы туда неплохо вписалась а еще практичнее был бы большой солнечный коллектор или же какое-нибудь передающее устройство мы ведь знаем что майя если и не поддерживали связь с богами то по меньшей мере в это верили мысль которую я сейчас высказал стоило бы записать в пособии для реставраторов в антропологических музеях ведь реставраторы до сих пор руководствуются устаревшими представлениями и так обозначенное просто пунктиром могло быть изначально чем угодно но только не художественной чепухой надстройки служили определенной цели а после того как цель была забыта и технология утеряна продолжают оставаться символическим свидетельством было но ведь не только в низменности Юкатана на пирамидах были такие надстройки точно так же украшали свои святыни и ацтеки жившие в высокогории то что народы центральной Америки каждые 52 года ожидали своих небесных богов бесспорно может быть при помощи надстроек они подавали сигналы алло мы здесь пожалуйста прилетайте к нам но самое сенсационное открытие в Паренке сделал в начале 50-х годов мексиканский археолог доктор Альберто Рудз Лулиар он обнаружил на полу верхней площадки храма надписей выступающий шов а за ним прямоугольник в котором имелось 12 отверстий расположенных по два друг около друга доктор Рудз попросил принести рычаг и поднять с пола тяжелую плиту открылась ступенька а затем и лестничная клетка ведущая внутрь пирамиды правда когда эту лестничную клетку обнаружили она была до самого верха забита мусором камнями и хламом за это время лестницу расчистили она ведет под пирамиду на глубину двух метров расчистка лестницы продолжалась с 1949 по 1952 год наконец отряд археологов очутился перед треугольной дверью с большим трудом она была приоткрыта на ширину ладони все просунули электрическую лампу и руководитель археологов прижавшись лицом к сырой плите стал рассказывать стоявшим за ним коллегам что он увидел а увидел он сталактиты свисающие с потолка камеры до самого пола сталактиты сбили и увидели что стоят на полу с фантастической плитой длина плиты была 3 метра 80 сантиметров а ширина 2,20 размеры внушительные а то что на ней можно было различить вы видите сейчас на заднем плане наклонившаяся вперед фигура сидит в своего рода санях или повозке и руками управляет какими-то приборами специалисты конечно усматривают в этом нечто иное я изучал всю специальную литературу и знаю что они говорят сначала они говорили что это изображение последнего повелителя Паленки которого звали Пакал он якобы сидит на жертвенном алтаре потом стали говорить нет вы здесь видите открытую пасть мифологического монстра теперь же я слышу в Паленке что в действительности это бог Маиса мне известно не менее 14 версий интересно было бы знать что об этом смогут сказать еще мои же глаза по прежнему видят совсем другое ведь мне известны изображения найденные в других частях света в Индии в Междуречии и они схожи вы видите здесь одного из этих летающих богов а может быть летящего в его одноместной машине человека и он действительно управляет рычагами перед тем как исчезнуть я не знаю как исчезнуть я не знаю как исчезнуть я не знаю как исчезнуть Продолжение следует...